Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня у нас расстройство из-за интеллектуального перенапряжения. Считается ментальным расстройством. Это ограничение в обслуживании себя. Является психическим расстройством. И это что? Нарушение возможностей головного мозга. Человек немножко переоценил себя. Человек немножечко чересчур начал на себя возлагать большие надежды на головной мозг. В следствии чего? Что природа сама ограничила этого человека, чтобы он не лез туда, куда ему не надо. Вот и все. Почему? Потому что со временем такие люди, которые пользуются своей внутренней гордыней, либо своими неиссякаемыми возможностями, либо, как сейчас говорят, поверь в себя, да, ты сильный, ты сможешь, да, да, поверьте. Природа вас так выкинет, что ваши силы, все ваши возможности сразу пойдут на нет. Что происходит в организме человека? Идет, прежде всего, истощение функций головного мозга. Понятно. А если идут истощения функций головного мозга, центральная нервная система перестает действовать. Она замыкается в себе. В следствии чего человек уходит в себя. И не может дать объяснение ничему, что с ним происходит. В следствии чего попадает в психушку. Так скажем. Почему? Потому что произошло умственное перенапряжение. Человек переоценил свои силы. Ну, а какие последствия мы не можем описать. Почему? Потому что болезнь одна, а каждый болеет по-разному. Так говорит восточная философия нам. Чем нам может помочь акупунтура? Прежде всего, прежде всего, вы имеете дело, я извиняюсь, с головным мозгом. Восточная медицина смотрит немножко по-другому головной мозг. Это те меридианы, которые контролируют его. Понятно. И восточная медицина, помните, головной мозг, я извиняюсь, вообще-то приписывают как предаточное, но не как основное. Почему? Потому что именно вот меридиан печени, обратите внимание, поставляет энергию в головной мозг. Не головной мозг поставляет в печень энергию, а меридиан печени начинает поставлять в головной мозг. Тогда мы показали один меридиан. А еще меридиан, давайте перечислять, меридиан печени. Меридиан желудка, меридиан желчного пузыря, тройного обогревателя тонкого кишечника, мочевого пузыря, сердце играет огромнейшую роль. Сосудистая система. В каком состоянии эти меридианы? Потому что человек просто истощает этот энергетический потенциал. Свои силы не рассчитал. Чем поможет акупунктура? Проводим диагностику 12 меридианов, выявляем картину. И восстанавливаем постепенно. Помните, таких людей нужно восстанавливать постепенно. При слабости и вялости меридианов данные точки тонизируются. Тонизируется и точка F13, Джань, Мэнь. Тонизируется и данный меридиан приводится в норму. И те меридианы, которые контролируют функции головного мозга. Еще раз говорю, постепенного восстановления, резкого восстановления здесь не должно быть. При воспалительных процессах данная точка расслабляется и расслабляются те меридианы, которые показали, что на воспалении убирается та избыточная энергия, которую сам же человек и породил. Спасибо за внимание.